Как нам зимовать в таких условиях? Этим вопросом жильцы дома А2-1 по улице Молдавская задаются уже не первый год. Но на этот раз ситуация вовсе ухудшилась и граждане обратились на нашу горячую линию. Состоянием дома шокирована и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете. Дом построен в 1960 году. Казалось бы, не такой и старый, но состояние его на сегодня, мало сказать, плачевное. На стене с торца огромная ветвистая трещина с ладонь. Вот видите, она теперь разорасходится, и вот одна с половиной стены вышла вперед. И вот на втором этаже квартиры, 16-я квартира, у нее стена вот прямо так шатается. Шатается, и вот эта труба просто-напросто подпирает, не дает ей вообще обрушиться. Зимой холодно, они там и внутри, как ногу, так и замазывают. Основной причиной проблем своего дома жильцы считают неправильное изначально устройство отопительной системы. Дом у нас стоял хорошо. Какое-то время потом, из-за того, что система отопления была устаревшая, и как бы ее не меняли, у нас в дом попал, короче, вся горячая вода, так как трубы все старые, вся горячая вода, которая по линии, по системе образовывалась, она попадала в наш дом, потому что наш дом стоит в низине, ниже остальных. Вот, из-за того, что он 2 или 3 года постоял в горячей воде, дом начал ломаться. Вот, это произошло где-то лет 20 назад, наверное, да? Мы неоднократно пишем заявление и в ЖКХ, в Экимат ходили, ну, пообещали нам как бы разобраться, помочь нам. У нас дом с каждым днем сыпется, он невозможно. Короче, с какого? С 59-го, по-моему, у нас этот дом. Вот, неоднократно было у нас, почему еще это? Нет у нас фундаментов во втором подъезде. Все мы боимся находиться в этом доме, особенно наш подъезд, особенно со второго этажа. И вот я очень прошу, помогите нам, что-то как-то завтра, вот, я не знаю, мы записались в Экимату, сегодня была комиссия, а завтра, что дальше, как решиться? Все 16 семей последние лет 10 сами как могут справляются, но в последнее время все усилия тщетны, дом сыпется со всех сторон. В 2019 году его признали аварийным, но люди все еще живут здесь, опасаясь за имущество и собственную жизнь. 92-летний ветеран тыла Валентина Наймова живет в этом доме порядка 20 лет. Каждое новое утро – это новые потери, говорит пенсионерка. Сегодня, например, упала часть стены в прихожей. Сможен, что-то, ползинки упал, ночью сыпется, не сплю целую ночь, ну это что? Я проработала 30 лет. Доловичка. И доловичка, я не могу уже. Неоднократно жильцы обращались в Акимат и отдел ЖКХ. Решением проблемы может стать государственно-частное партнерство, говорят госорганы. Но инвесторы не горят желанием строить дом на месте старого. Сначала сказали, да, ищите застройщиков. Мы, сколько здесь у нас уральских застройщиков, мы со всеми беседовали, разговаривали, но никаких результатов. Они не стали браться, почему? Потому что якобы у нас очень маленькая площадь. Здесь построить нельзя. Ну им надо, естественно, большие, как говорится, дом большой, это невыгодно им. Ну так, а что мы должны делать? Мы тоже переживаем. Второй вариант – это встать в очередь на получение жилья как гражданин, чье единственное жилище признано аварийным, сказали в отделе ЖКХ. Они, если они станут на очереди, они получат жилье из Государственного фонда в порядке очередей. Да, также стоит отметить, что в северо-восточной части города Ураль строится два дома. Один дом 180-квартирный, другой дом 64-квартирный. Общее количество квартир получается составляет 1044 квартир. И туда планируется переселить всех тех граждан, которые состоят у нас в очереди как единственное жилье признано аварийным. На сегодня в городе из 1247 жилых домов 52 признаны аварийными, в которых живут порядка полутора тысячи семей. Алмагуль Джампеисова, Ербол Мендагалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.